Всем привет! Вы смотрите канал Мошенники звонят по телефону. Наливайте чайку, кофейку, ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Все это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Приятного просмотра! Позвонил, не работаю. У вас остались... Да я поняла, Сергей, тогда давайте разберем заявку, я вам задам несколько вопросов для того, чтобы грамотно подстроить диалог. Говорились? Хорошо. Сергей, смотрите, скажите, пожалуйста, что вас заинтересовало в нашем проекте? Возможно заработать или узнать, как можно выгодно вложить свои накопления? И то, и другое. Еще была реклама, что вы акции дарите. Это еще работает? Это непосредственно нужно будет узнать уже у финансового эксперта, с которым вы в будущем будете общаться. И уже конкретно насчет этой сферы, то есть уточните у него. Я предоставляю вам информацию насчет нашего сотрудничества и детально ознакомлю вас с этой информацией, которая вам понадобится в будущем для работы с финансовым экспертом. Скажите, как вы себя понимаете сферу инвестиций, Сергей? Что там разные направления есть, есть там фондовый рынок, можно вот акции купить, можно, например, того же Тинькофф купить. Вы же из Тинькофф, да? Да, от Тинькофф Инвестиций мы являемся независимым аналитическим отделом, который сопровождает точно так же Тинькофф Банк, Тинькофф Страхование, 35С группы. Вот, смотрите, я вам сейчас объясню, вы действительно верно понимаете для себя, да, то, что есть акции компании, да, есть такие товары, золото, золото, золото меняет, которые по своей стоимости постоянно меняются, точно так же, как и валюта. Вот, ну и, естественно, вот та команда, которая отслеживает эти ценовые колебания. Что конкретно мы предоставляем нашим клиентам и какие условия нашего сотрудничества? Мы предоставляем информацию в сжатом виде, то есть, как это выглядит. Вам звонит ваш финансовый эксперт, это может быть индивидуально, то есть в понедельник всегда воскресенье, да, это вы уже непосредственно с ним обсуждаете. Вот, сейчас полторы недели, он говорит, Сергей, сегодня выгодно купить вот эту акцию, да, и через время, там, через несколько дней, например, она выросла по себе стоимости, и он вам звонит для того, чтобы вы ее продали. То есть, мы работаем на результат, конкретно, мы выходим на прибыль от 20% в месяц. Как достигается такой результат? Дальний результат достигается в большой команде, то есть, это более двух тысяч человек. Это люди, которые создают аналитический анализ, то есть, всего финансового рынка вообще, то есть, как и фонда, как вы сказали, как и криптовалютного, то есть, они бывают абсолютно разные. Мы работаем на финансовом, в мировом рынке. То есть, акции бывают абсолютно любые, точно так же, как и инструменты. Вот, при доходах мы никаких не берем, комиссии мы никаких не берем, работаем на результат. Наш интерес, конкретно, до 20% от чистого вашего дохода. То есть, как это происходит? Лейтемент вы нам не отдаете, у вас будет свой личный инвестиционный счет, в котором вы управляете сами. То есть, вы полностью все сделки заключаете сами, но под руководством эксперта, то есть, пользуясь его информацией. И, соответственно, когда уже увидели доход там в течение месяца, подсчитали, допустим, заработали 20 тысяч, и уже как непосредственно зарплату, то есть, да, за информацию от эксперта, вы ему облачете. То есть, заработали 20 тысяч, перевели 4, 16, вы в плюсе. Ну, и также мы работаем на долгий срок, то есть, на короткий срок. То есть, сделки бывают и подбираются индивидуально. Для себя это понимаете, Сергей? Да, что-то 20% это как-то много. Я думал... Смотрите, я вам сейчас объясню. Вы с чем сравниваете, вот вообще 20% это много для вас? Ну, вот в Тинькофф я зашел на тинькофф.ру, и вот здесь тарифы, там 0,3% комиссия за сделки. Я вам сейчас объясню. Есть брокерские площадки, но мы не являемся брокерской площадкой. Мы являемся командой аналитиков. То есть, вы должны понимать то, что если вы работаете конкретно только с инструментами Тинькофф на этой площадке, то тогда вы не выйдете на доходность по 20%. То есть, я вам сейчас объясню. Мы являемся той командой, которая предоставляет аналитические услуги, как Тинькофф, так и Коспромы, так и другим банкам и компаниям. То есть, понимаете, мы являемся независимым аналитическим отделом, который точно так же относится к ТПС-брок-бокер. РТК мы называем аналитический отдел. Слышали о таком? Нет, не слышал. Вот, посмотрите, я вам сейчас просто объясню. Банки, которые пользуются точно так же нашими аналитическими услугами, они точно так же на этом зарабатывают. То есть, для себя вы должны понимать то, что банк по закону Российской Федерации не может и хранить финансы, и заниматься сопровождением инвесторов. То есть, по закону Российской Федерации это запрещено. Поэтому они пользуются услугами как раз таки аналитических отделов, независимых. То есть, для себя должны понимать то, что им просто невыгодно вкладывать свои финансы помимо и банковской структуры, и еще открывать свой независимый отдел. Поэтому они пользуются уже компанией, которая существует, и точно так же относится к ним. Понимаете, о чем я? Да, получается, Тинькофф, он не может сам вот осуществлять брокерскую деятельность, он за этим к вам обращается, так получается, да? Смотрите, да, то есть, вы можете работать как бы на площадке Тинькофф, на брокерской, их бывает масса, но так как мы выходим уже на мировой уровень финансового рынка, для того, чтобы выйти как раз таки на более большую доходность, чтобы инвестировать не только компетентом в акции Тинькофф, но и уже более в такие товары, как я вам говорила, золото, гадь, снег и другие акции. Как раз таки просто вы будете иметь возможность получать больше инструментов и совершенно больше совершать сделок. То есть, как раз таки Тинькофф точно так же пользуется нашей аналитикой. Для себя это понимаете? То есть, как банк, как и все. Просто конкретно Тинькофф банк, он сам по себе не может сопровождать клиентов-инвесторов, потому что их направление, это конкретно депозиты, да, и хранение денег. То есть, банк может только хранить деньги. А уже независимый аналитический отдел, он предоставляет услуги сопровождения. То есть, для себя должны понимать, это ваш личный счет, который доступ имеете только вы. Вот, все. То есть, ваши личные данные нам не нужны. То есть, мы не регистрируем конкретно как-то вас где-то в какой-то сфере. Вы конкретно сами его создаете, вам просто помогают. Вот. И дают информацию. Поэтому мы работаем, соответственно, на результат. Потому что точно так же заинтересованы в вашем доходе. Так, получается, а лицензия на брокерскую деятельность, она кому выдается? Вам все-таки или Тинькофф банк? Я вот это не понимаю. Я с кем буду работать? С Тинькофф или с какой-то компанией другой? Вот, мне непонятно не очень. Смотрите, я вам сейчас объясню. Есть TCS Group Holding. То есть, вы понимаете, что это такое, да? Это TCS Group Holding. Это материнская компания, от которой уже идут острости. Тинькофф Инвестиции. Тинькофф Стахование. Тинькофф Банк. То есть, и так далее. Тинькофф Недвижимость. Понимаете, да? То, что есть материнская компания, есть зачем? Да. Вот. Соответственно, когда идет речь о инвестиционном отделе, как я вам сказала, это РДК. То они входят с нашими аналитическими услугами. РДК. Это ваша компания? Да. То есть, вы не Тинькофф все-таки? Или Тинькофф? Не понимаю. Вы не поняли. Я вам пытаюсь объяснить. То, что Тинькофф, который мы представляем, пользуется нашими услугами независимого аналитического отдела. Если бы вы торговали только на площадке Тинькофф, вы бы не вышли на доходность. Ваша доходность бы составляла 5%. А так как Тинькофф пользуется нашими услугами, и мы сопровождаем как и банк, как и его клиентов, понимаете? То есть, точно так же банк пользуется нашими аналитическими услугами. Вы оставили завязку у нас, и вот, соответственно, далее мы занимаемся сопровождением. Если работать точно так же, работать, допустим, на одной площадке Газпром, либо же работать на одной площадке Тинькофф, то ваша доходность будет составлять, ну, 5%, и то это если, ну, очень хорошо. А так в сопровождении команды уже вы имеете доход до 20%, так как вам помимо того, что просто Тинькофф предоставляют акции, вам еще предоставляются другие инструменты, то есть разные площадки. То есть, это может быть и криптовалюта, и может быть товары сервые, и просто валюта. То есть, и акции непосредственно уже самих компаний. Для себя это понимаете, Сергей? Да, я понимаю. А если я вот не хочу криптовалюту торговать, я могу вот на Тинькофф торговать, пользоваться вашей аналитикой, и тогда у меня доход будет какой, 20% или больше, или меньше? Смотрите, я вам сейчас объясню. Вы, если будете торговать только на площадке Тинькофф, вы выйдете на доходность даже в сопровождении, ну, то есть там нет доступа к такому количеству инструментов, какие существуют на мировом финансовом рынке. То есть, вы должны понимать разницу, да? Если зайти конкретно в Тинькофф, да, инвестиции конкретно, только в приложение, то в приложении вы увидите то, что у вас там не есть все валютные пары. То есть, не как на финансовом мировом рынке, понимаете, вот в чем разница. Точно так же, если заключать там сделки, то вы выйдете просто на доходность, где-то с этим сделок до 5-6%. Если уже работать на мировом финансовом рынке, то есть под сопровождением, то вы выходите на доходность от 20%. Это гарантированно, да? Вот 20% не меньше, да, будет? Может больше, да? Ну, естественно, смотрите. То есть, все зависит, во-первых, от суммы инвестиций. То есть, мы работаем это от 15 до 100 тысяч. Вот. Ну, естественно, есть люди, которые более опытные, которые инвестируют и миллион. Ну, то есть, это каждого индивидуально, да? У каждого человека разный доход. То есть, разная своя там финансовая подушка безопасности. Вы должны это понимать. Вот. И, естественно, уже, когда перед вами будут все инструменты, то есть, вы должны понимать, вы будете видеть и управлять своим личным счетом сами. То есть, точно так же вы будете запросить язык за личностью. Точно так же и будут у вас те же акции Тинькофф, те же акции Товстрома. Все. Ну, просто я же объясняю разницу. Конкретно мы с вами говорим за брокерские площадки. Вы мне задаете вопрос. Брокерские площадки, они бывают разные. Вот конкретно компании, которые с вами работают, которые я вам перечислила, они точно так же пользуются нашими услугами. Вот. Поэтому мы им являемся независимо аналитическим отделом. Я думаю, вы для себя это понимаете. Угу. Хорошо. Понимаю. Ну, естественно, вот. Почему гарантированно? Потому что, во-первых, мы никаких предоплат не берем, да, заинтересованы в вашем доходе. То есть, вы понимаете, если не заработаете вы, не заработаем мы. Точно так же, по факту. То есть, мы точно так же совершаем сделки. То есть, люди, да, аналитики, которые предоставляют информацию, они точно так же на этом зарабатывают. Ну, и помимо того, что мы с вами просто разговариваем, да, и уже обсудили, как бы, все условия партнерства, вы сможете ознакомиться визуально, то есть, как это происходит. Вы непосредственно можете связаться с финансовым экспертом, который вам покажет свой личный инвестиционный счет. То есть, как он на этом зарабатывает, какие сделки там бывают, какие инструменты бывают, как выглядит инвестиционный портфель. То есть, какие суммы уже индивидуально подбираются под каждого человека. То есть, на протяжении какого времени, какие сделки он заключал, и сколько конкретно он заработал. И тогда уже более социальный вопрос, что вы сможете задать ему. Хорошо. А скажите, вот эти условия, вот про 20%, как-то это какой-то договор, можно посмотреть его? Ну, смотрите, просто, если так рассуждать, то договор за информацию, он просто не дается. Это то же самое, вот смотрите, по закону Российской Федерации, на информационные услуги договора никаких не заключается. Потому что, то есть, мы деньги ваше под управление не берем. То есть, вы управляете местами, вы пользуетесь конкретно информацией, да. Ну, и какая, да, суть вообще в том человеку, который вам предоставляет информацию, который сам на этом же зарабатывает и заключает точно такую же сделку, да, только на другой финансовый элемент, например, да, на другую свою подушку безопасности финансовую? Ну, смотрите, если я начну работать, а мне там не 20 будет, а 15, вот как это, мне претензии к кому-то определять надо будет? И что? Смотрите, я вам сейчас объясню, как это происходит. Это зависит, да, от суммы, которую вы инвестируете. То есть, там, в случае чего, бывает, когда просадочные моменты, да, вы это обсуждаете уже непосредственно с финансовым экспертом. То есть, на какую доходность вы там выходите. То есть, вам создаются просадочные моменты, там, определенные точно так же сделки. То есть, чтобы вы не ушли в минус. Ну, это, в принципе, невозможно. Потому что, я же вам говорю, люди, которые, да, в этой сфере уже очень давно, которые на этом зарабатывают, они, как бы, для себя понимают, как данная сфера происходит. Потому что, как раз таки подбираются те акции, да, те сделки, те активы, которые активны на данный момент, которые актуальны. То есть, вам никто не предложит совершить сделку, да, чтобы вы, там, потеряли свои финансы. Вы сами это понимаете. Потому что люди так зарабатывают, чем более 20 миллион граждан уже в России. Точно так же. Это пенсионеры и студенты, понимаете, и бизнесмены. Все люди на этом зарабатывают. Это востребованная актуальная сфера на данный момент. Да, это я понимаю, но мне бы, ну, это просто это все слова. Мне хотелось бы какое-то документальное подтверждение, что это действительно так, и если я буду с вами работать, то что вот эта доходность, она будет именно от 20%. Просто я первый раз слышу, что вот какие-то брокерские организации дают вот такую вот гарантию какую-то, что будет доход именно вот столько. Просто, ну, никогда такого не слышал раньше. Можно как-то посмотреть, знакомиться с документами? Смотрите, я вам объясняю то, что мы не являемся брокерами, мы являемся аналитическим отделом. То есть брокеры – это те люди, которые для себя зарабатывают на комиссии. Они не заинтересованы в вашем заходе. Вы положили деньги на их площадку, они заработали на комиссии, и дальше вы своими финансами уже, ну, захотели купили акцию, захотели – не купили. То есть вам никто подсказывает и помогать не будет. Брокер конкретно заработал на комиссии. А мы зарабатываем конкретно уже, давая информацию, то есть нашим клиентам, да, которых мы сопровождаем. Вот в чем разница. А как получается, вы мне дадите информацию, я могу воспользоваться, могу не воспользоваться, и как я потом вам буду деньги перечислять? Смотрите, если вы не воспользуетесь информацией, то, соответственно, вы не заработаете. Потому что под каждого клиента, да, то есть все подбирается индивидуально, как я уже сказала, финансы. Но сделки, которые вам предлагают – это те сделки, которые заключается сам эксперт. То есть он точно так же на этом заработает. Он заработает на своем личном инвестиционном счету и уже непосредственно с каждого своего клиента 20%. Почему мы работаем как раз таки на результат, почему мы точно так же заинтересованы и не берем никаких предоплат, никаких комиссий, то есть заранее. То есть вы в конце месяца почитали свой чистый доход, допустим, 20 тысяч заработали, то вы видите, на вашем счету 20 тысяч. Только после того, как уже увидели непосредственно доход, вы уже оплатили, то есть, да, на реквизиты компании. Ни раньше, ни позже. А вот в договоренное время. Вы же понимаете для себя то, что вы индивидуально все равно будете садываться финансовым экспертом. Ну, просто не очень понятно, как вот я буду пользоваться, например, Тинькофф инвестициями или, например, этой информацией я смогу делиться там с кем-то еще там человеком, с братом, с сватом. Они тоже будут делать эти сделки. И как вот обратная связь, я просто не понимаю, где здесь информация, но это никак не документировано, никакого договора не будет. Это же бред, так не бывает. Ну, смотрите, не бывает договора на информацию. Вообще, по закону Российской Федерации с 2019 года, договор на информационные услуги не предоставляются. То есть, ну а как, я могу вообще не платить за вашу информацию или что? Ну, понимаете, если в случае такого произойдет, у нас таких ситуаций не было, потому что, в принципе, инвесторы, которые с вами работают, это в основном более уже грамотные, опытные люди, которые сотрудничают с нами очень давно. Потому что я понимаю, что если вы просто не оплатите и потом непосредственно услугу специалиста, а сами заработаете и вот так вот поступите, то просто вас заблокируют потом и вы дальше уже не сможете. То есть, деньги ваши останутся у вас, но конкретно уже на площадках вы будете заблокированы и продолжать торговлю на финансовых рынках вы не сможете. Так как большинство людей сейчас как раз и инвестируют уже с опытными аналитиками и с командами. Потому что один человек чисто физически не может, да, узнать всю информацию, да. А команда, где есть аналитики, которые проводят математический анализ, где есть экологи, непосредственно журналисты, которые напрямую сотрудничают с новостными каналами. И знаешь, в какой момент акция поменяется в цене, то есть, да, товар какой-то поменяется в цене, чтобы потом выгодно как раз таки выйти на эту доходность, понимаете. А так какой смысл, да, если вы хороший доход с этого имеете, какой вам смысл потом не оплачивать услугу специалисту. Это точно так же, если бы вы пошли к стоматологу, знаете, сделали зуб, а потом сказали, да, ну, вы сделали, молодец, но я вам платить не буду. Это вот примерно так со стороны вы просто говорите. Нет, ну, со стоматологом все-таки там заключаю договор какой-никакой, там, предоплату делаю. А здесь, получается, как вот ваш аналитик узнает, что я действительно воспользовался его информацией? Это как? На честном слове? Ну, смотрите, помимо того, что мы просто с вами разговаривали, я же говорю, у вас будет финансовый эксперт, с которым вы пообщаетесь. То есть вы сможете визуально уже ознакомиться вообще с личным институционным счетом его. То есть вы сможете посмотреть, как протекает торговля. То есть на протяжении какого времени он уже зарабатывает. То есть это те люди, понимаете, которые уже много лет занимаются сопровождением инвесторов. То есть неважно, как новичков, так и опытных. И вы должны для себя понимать то, что человек, с которым вы будете общаться, то есть это человек на высокой должности. Естественно, он вам уже скажет, то есть как происходит торговля, как вы на этом зарабатываете, какую информацию он будет вам давать, какие сделки существуют. Понимаете, в чем разница? А вот он будет показывать свой счет, свои вот эти активы. Это он на Тинькофф будет торговать, ну и показывать свой счет в Тинькофф. Просто там есть такая социальная сеть, как Пульс. И можно там подписываться на инвесторов, слить на ними. Вот это будет что-то похожее или как это будет происходить? Смотрите, он вам покажет просто свой личный торговый кабинет, а не саму бродицкую площадку. Понимаете, о чем я вам говорю? А где этот кабинет, где он будет? На Тинькофф? Просто он вам покажет свой личный компьютер, вы увидите демонстрацию его экрана. Понимаете? И уже увидите конкретно его личный счет. Нет, я понял, а на какой площадке он будет это все осуществлять деятельность? На какой? На Тинькофф или это будет какая-нибудь там это крипто что-нибудь? Конкретно у него нет. Это международный финансовый рынок, там не только криптовалюта. Понимаете? Я точно так же, если заниматься конкретно криптовалютой, невозможно выйти там на общую доходность 120%. Можно выйти там на доходность 5-4. Ну понятно, если бы мы купили там биткоин, допустим, 10 лет назад, то сами понимаете, если бы вы еще страдали, сколько бы мы заработали. Ну а конкретно, если сейчас складывать какие-то активы там акции криптовалюты, вот и вообще покупать там, ну точно так же. А если делать все в общее, то есть заключать разного типа сделки, то есть как и валютные, так и товаросырьевые, так и акции компаний, понимаете, то конкретно тогда вы уже сможете выйти на эту доходность. Угу. Так, ну я понимаю, почему вы… Я понял, почему вы клоните. У вас, наверное, есть какая-то все-таки там площадка, на которой вы работаете, да? И вот эксперт будет ее показывать все-таки или нет? Этот вопрос вы задаете непосредственно финансовому эксперту. Эта площадка, которая, понимаете, на целом финансовом в мировом рынке, не только вот российском, не только Московской, там, Санкт-Петербургской биржи, понимаете? А когда это биржа всего мира, понимаете, для того, чтобы там использовать большую часть инструментов. Почему вам так принципиально насчет площадки брокерской? Просто мне важно знать, мне важно знать, кто мне предоставит доступ на вот эту площадку, то есть какой-то будет брокер, есть ли у него лицензия. Вот эти все вопросы я хочу узнать. Просто вы мне позвонили изначально из Тинькофф, я узнаю, что это какие-то международные… Вот что это такое, я не понимаю. Нет, смотрите, мы точно так же относимся к Тинькофф, так как они пользуются нашими услугами. И клиенты, которые мы сопровождаем от Тинькофф, это точно так же наши клиенты, понимаете? Это просто… Ну, я вам приведу просто простой пример вот для себя. Понимаете, что есть Яндекс.Текси и Яндекс.Еда. Вот, понимаете? Так, я понимаю. То есть вы все-таки входите вот в этот холдинг из Тинькофф, да, вот в Тинькофф, и можно вот узнать, значит, на сайте Тинькофф про вашу аналитику, да, информацию? Ну, конечно. В Тинькофф.ру. Так, вот, Тинькофф.ру. Вот раздел «Инвестиции». Так, вот здесь есть обзор, каталог, лента, тарифы, терминал. Вот, где здесь можно посмотреть про вот эти ваши условия 20% и все остальное. «Тинькофф.ру.ру». «Тинькофф.ру». 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 А почему я брошу трубку? Ну, потому что я примерно знаю, чем это заканчивается. Ну, давайте, врите дальше мне. Я лапшу снял. Ну, хорошо, это надо заканчивается. Сергей, ну, а когда скажите, ну, что вы думаете, вы мужчина или нет? Вы со мной так разговариваете, да, вам там весело, вы думаете, я знаю, что вы так заканчиваете. Ну, я звоню вам, понимаете, я вам не подружка, чтобы вы там со мной разговаривали. Да, я знаю, что ты шкура. «Тинькофф.ру». «Тинькофф.ру». «Ты шкура из Украины, которая мне хочет сейчас на батке развести. Вот ты кто». А вы почему со мной так разговариваете? Как есть. Как ты этого заслуживаешь, так я с тобой разговариваю. Как еще с тобой разговаривать? «Сергей, а с чего вы взяли что-то из Украины?» А ну, откуда ты звонишь? Или у тебя ума хватило из России в Россию звонить и разводить своих же соотечественников? «Я вас вообще не слышу, что вы говорите». Я говорю, у тебя что, ума хватило звонить из России в Россию? Что, все? Связь пропала или что? Ну, нет, все так. Просто тебя очень быстро... Тебя очень быстро тогда найдут, если ты так будешь делать. Вот и все. «Сергей, а вы тогда с какой целью оставили заявку? Чтобы вы меня поупровратили, вы думаете, я вас боюсь?» Нет, ты думаешь, что тебя там на Украине никто не найдет? Тебя точно так же мордой в пол положат и все. И поедешь ты в тюрьму. За свои деяния. «Сергей, а вы вообще понимаете, с кем вы разговариваете?» Да, я же говорю, с мошенницей. «С здоровьем или с головой?» «С мошонкой». «Ты мошонка?» «Ну хорошо, Сергей. Но вы тогда себя не разговариваете сейчас». Давай, бросай трубку. Сливайся. Сливайся, я тебе разрешаю. Давай, бросай трубку. Сливайся. Давай, бросай. Ну? «Сергей, вы сейчас договоритесь, я с вами буду очень быстро разговаривать». Нет, давай, я тебе приказываю. Давай, Швюшка, бросай трубку. Давай. Давай. Давай, бросай трубку. Давай, бросай трубку. Давай, бросай трубку. Продолжение следует...